Были люди, полубоги, скажем так, и вот они, значит, что-то там придумывают, чтобы им сегодня такое нарисовать. Живопись настоящая, она многогранна. Все повторяют то, что уже было. По поводу красоты, да, взять человека, женщину. Одному мужчину эта женщина нравится, он говорит, она просто великолепна. Ну, это как же так, же ужас какой-то. Красота – это качество эстетическое. В большинстве своих художники видят красоту. Да, есть художники, которые ходят как на работу в мастерскую. Вот они идут с утра, там, часам к десяти. Хотят они, не хотят. Они знают, что надо, нужно рисовать, иначе они потеряют форму, там, что-то они потеряют. И вот они, значит, что-то там придумывают, чтобы им сегодня такое нарисовать-то вот. У меня такого нет. То есть был. Был такой период. Прошел я его. Я думаю, что если художник работает на заказ, надо, если он для себя это делает, то нет. Как можно заставить себя? Нет. Думаю, как на велосипеде, то есть буквально за короткий срок все восстанавливается. Ну, опять же, если художник, еще и преподаватель, например, то есть я заметил просто, что навыки не теряются. Даже если ты какое-то время достаточно длительно не работаешь, не рисуешь, не теряется, это как-то не странно. А если человек не связан с этим, то есть он только рисует, наверное, теряется, конечно, теряется. Думаю, нет. Я не знаю сейчас ни одного пейзажиста, честно говоря, вот в чистом виде пейзажиста, который бы вот был современным пейзажистом. Все повторяют то, что уже было. То есть ничего нового не происходит в искусстве. Чувствовать и понимать вещи разные, да? И ты хочешь еще, кроме того, что ты чувствуешь, ощущаешь, ты хочешь понять, а почему же так все произошло, что он вообще там о себе думал. Тогда, может быть, стоит почитать. А вообще живопись настоящая, она многогранна. И вот будет стоять там 20 человек перед картинкой, да? И у каждого будут свои ощущения. Это нормально, это правильно. И они могут вообще не совпадать с тем, что о чем думал там художник. И вообще неважно, может, он ничего и не хотел, собственно, сказать этим. Он просто что-то ощущал. Иногда он не может сформулировать. И не обязательно даже формулировать мысль. Не надо анализировать. Значит, когда я, как все нормальные художники, пытался выставляться, очень хотел. Ну, тогда не было интернета, не было инстаграма, ничего этого не было, да? На выставки люди ходили и ходили на выставки. Были люди, полубоги, скажем так, корифеи, как их называли. И они решали, значит, выставлять этого человека или не выставлять. Ну, по доброте душевной, по молодости своей, я считал, что, наверное, люди знают. Вот, свое дело, и, значит, молодцы. И один раз, случайно, я просто принес работу, я не подслушивал ничего. Я просто принес свою работу, немножко задержался, так сказать. Чисто случайно услышал разговор, как идет обсуждение. Значит, кого брать все-таки на выставке, кого нет. И они говорят, значит, ну, этого брать не будем. Речь, что про меня конкретно. Молодой еще, во-первых. Ну, и там еще несколько нелестных слов. Не про качество работы вообще, не о работах речь, а о моей конкретной личности. Вот. А вот этот, он сын художника, его надо поделать. Да, работа слабая, но давайте его поддержим. Ну, все-таки сын нашего коллеги, так сказать. И потом, когда художники приходили на выставки смотреть, они бежали, значит, смотреть не на работу своих коллег, а на свою собственную, где ее повесили. Очень важно, где повесили твою работу. Начинали ругаться. А что это, твою здесь повесили, а мою там повесили. Мне стало противно. Еще один раз я попытался все-таки, посоветовав, так сказать, друзей, родственников все-таки выставиться. И понял, что все это вранье полное. Зачем мне это надо тогда? И я для себя решил, что мне это неинтересно просто. Я не работаю так, как многие художники, которые вот плодят их километрами, эти картинки. Я их довольно редко. Иногда у меня есть период, когда я очень плодотворно работаю. Иногда годами ничего могу не делать. Меня никто не контролирует. У меня нет цели вот успеть к этой выставке, значит, срочно сделать работу. Захотелось мне, я сделал. Не захотелось, я не сделал. И мне, на самом деле, вообще неинтересно. То есть, я правду говорю, что об этом, обо всем, что я там творю, думают люди. Правда. Возможно, это с обувиотом приходит. Может быть, какие-то события, стечения обстоятельств, что-то такое происходит в голове, щелкает. Я не знаю. Мне важно, что скажут о моей работе, например, люди, которых я уважаю. И они являются для меня авторитетом. Ну, если не задумываться, да, ну, Левитан однозначно. Левитан. Хотя он не русский по национальности, но это русский художник. Ну, Врубель, наверное. Он из более современных, хотя он уже не современный, наверное, Попков. Был такой художник, Виктор Попков. К сожалению, его забыли, мне кажется, этого художника. Но это гениальный художник. И вот он как раз про Россию. Ну, не только про Россию, он вообще про человека. Но, в частности, скорее всего, все-таки про Россию, потому что такое может чувствовать только человек, который живет в России.